Итак, наш сегодняшний видеоурок будет посвящен хорошей программе Mova.AVI. После этого урока вы, даже если ни разу не монтировали в ней видеоролики, сможете смонтировать что-нибудь простое, и вам будет понятно, как это делается. Поэтому вперед! Итак, вот эта программа. Прежде всего, нужно нам сохранить наш проект. У меня здесь проектов много. Назовем его проект-проба. Перетаскиваем на рабочий стол программы подготовленные ролики. Подготовленные ролики мы перекидываем сюда. Здесь есть небольшая особенность. Вот этот фильтр позволяет сортировать файлы по различным параметрам. Я сортирую по датам, так как тогда можно будет закинуть в порядке очередности эти файлы. Что мы делаем? Обратите внимание, что вот здесь вот видеотрек позволяет включить или отключить пробелы. При включенных пробелах вы можете перемещать ролик. При отключенных пробелах вы можете перемещать ролик в любую часть видеотрека. Если это не включено, пробелы отключены, то как бы мы ни старались, наш видеоролик всегда будет прикрепляться к последнему кадру. Это не очень удобно для монтажа. Также обратите внимание на опцию «Привязать трек». Обычно я отключаю. Почему я так делаю? Если у нас будет трек прикреплен, вот скажем, сейчас я покажу, как это делается. Вот трек прикреплен. Видите, вот эта зеленая полосочка связывает наш. Если мы удалим ненужный нам фрагмент, то удаляется и звуковая дорожка. Возвращаю. Если нажать вот эту кнопку, то при удалении файла звук остается. Очень удобно. Итак, что мы дальше делаем? Если вам не нужен звук из вашего ролика, он может быть с паразитными записями и красивыми, то мы его убираем. Итак, что позволяет сделать эта программа? Она позволит вам добавить в заставочке так называемое «Интро». Эта заставка, она легко… Напишу сейчас «Проба». Сжимаем кнопку «Премьер…» и «Вернуться». И заставочка вот у нас уже есть такая небольшая. Вот идет начало ролика, потом появляется заставка. К этой заставке я обычно добавляю какой-нибудь звук. Звук можно добавить… В принципе, любой на выбор в этой программе есть звуки. Ну, я привык вот такой вот добавлять. Вот я его сюда добавлю, и ролик пошел уже, заставочка со звуком. Что нам нужно делать, если мы хотим добавить музыку? Для этого мы добавляем сначала трек аудио дополнительный и выбираем музыку, которая нам нужна. Допустим, вдохновение. Вы видите, что это вдохновение, оно очень длинное, минута 25, а наш ролик меньше 25 секунд. Поэтому мы можем обрезать это музыкальное… Мы можем сократить этот трек, нажав ножнички. Эту часть мы удаляем, и остается музыка. Чтобы ее приглушить в конце, есть функция «Исчезание». И теперь оно плавно будет сведена на нету. Нам остается добавить конечные заставки. Обычно я добавляю вот такую, если вы знаете. Ну, протащим наш аудио трек до конца. Вот, можно выровнять. И смотрим, что у нас получилось. Качество этого ролика не совсем хорошее. Но программа допускает это. Так как при конечной обработке качество будет значительно лучше. Вот вы сейчас, если могли заметить, что в конце небольшое дрожание есть кадра. Его можно чуть-чуть убрать, сократить. Опять-таки подровнять. Вот теперь получается красиво. Это у нас картинка. Эта картинка выполняет роль заставочки. И позволяет нам донести до зрителя, что там будет в нашем видео. Ну, допустим, про осень, что-то такое. Кстати, мы можем вначале написать какие-нибудь слова. Здесь очень много в наборе этих заставочек с титрами. Ну, допустим, такие. Легко они монтируются. Можем написать здесь про осень. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот в начале этой картинки появилась про осень. Все, что можно здесь сделать. Между кадрами мы можем сделать переходы. Переходов здесь много каких. Ну, сделаем вот такие. Смотрим, что у нас получилось. Красивый водопад идет. Пошла заставочка. Конечные титры сейчас начнутся. Все. Теперь мы приступим к сохранению нашего ролика. Нажимаем «Сохранить» и выбираем папочку. Куда нам ее сохранять? Я создал папку «Movive Probe» и выбираем ее. Можно делать все по умолчанию. Можно нажать кнопку «Дополнительно» и выбрать то, что нам необходимо. У меня съемка проходила этих кадров с частотой 25 кадров в секунду. Ее мы устанавливаем. Насчет звука. Если ваш микрофон настроен на частоту 48 ГГц, то лучше, конечно, выбрать ее 48. Можно также изменить звуковую дорожку на «Mono». Для тех, у кого звук записывается на разные каналы, по-разному и не очень хорошо. Такие, кстати, случаи очень частые. И при прослушивании ролика слышно, что звук идет из одной колонки или из одного наушника. Итак, мы все выбрали установки. Нажимаем «Старт». Сохранение проходит довольно-таки быстро. Все зависит, конечно, от того, какой мощности у вас видеокарта и процессор. В окончании раздается звуковой сигнал. И посмотрим, что у нас получилось. Продолжение следует... Вот такой небольшой видеоурок я вам сегодня показал. После этого видеоурока наверняка любой человек, даже который ни разу не монтировал, сможет смонтировать свой первый видеоролик. Все, всем удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...